Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу свои мысли по поводу того, почему по Голду в последнее время раздают не очень крутые игры. Если у вас имеется подписка Голд, то вы наверное уже успели заметить, что по Голду, если сравнивать его с PlayStation Plus, стали реже раздавать ААА проекты. Да, в Голд они раздаются тоже, но намного реже, чем в подписке у Sony. На мой взгляд, виной всему подписка Xbox Game Pass и стратегия Microsoft. Так как подписка все время развивается, в ней добавляются все новые игры, а это прежде всего затраты компании. Дело в том, что по своей сути подписка Xbox Live Gold больше ориентирована на то, чтобы давать вам возможность играть по сети. Эта функция не отходит на второй план и подписка ее конечно же выполняет. Что касаемо бесплатных игр и скидок, это уже дополнительные функции, которые стоят лишь для убеждения того, чтобы вы точно воспользовались этой подпиской. Но раз вы в онлайн не часто играете, так еще и получаете бесплатную игру и еженедельные скидки. И вправду, почему бы и нет? Почему майки все-таки не раздают так часто крутые игры? Ребят, а смысл их раздавать почти на халяву? Они приносят большую прибыль. И тем более прикольные игры, я бы сказал, что дофига прикольных, хранятся в подписке Xbox Game Pass. И тут маленькая смекалка от компании. Хочешь получать крутые игры почти на халяву? Приобретай подписку Xbox Game Pass. Только учти, что во многие из них лучше играть в онлайн. Поэтому купи себе еще и Xbox Live Gold. И знаете, это предложение все равно остается экономным. Ведь приобретая две подписки на год, вы имеете такое количество игр, которые просто все пройти не успеете. И вам точно будет во что поиграть, особенно с подпиской Xbox Game Pass. И знаете, на самом деле я не очень понимаю людей, которые каждый месяц ноют и возмущаются по поводу того, что у Gold раздают опять говно. Ребят, а кто обещал, что вам будут раздавать новинки? Вы платите за подписку прежде всего именно за игру в онлайн. И игры, которые достаются вам по сути на халяву, никогда не будут нереально крутыми. Так как об этом никто и никогда и не говорил. И вообще, если так посмотреть, то каждый месяц нам дают не такие уж и плохие игры. Даже в тех месяцах, когда дают только инди-проекты, они весьма прикольные. Стоит только обратить на них внимание. Я вот, к примеру, никогда бы не узнал про игру Overcooked, если бы ее не раздали по голоду. Хотя она очень прикольная и таких игр большинство. Поэтому, если вы покупаете игры по голоду лишь из-за вероятности того, что в следующем месяце выпадет какая-нибудь крутая новинка, то скажу вам, что вы покупаете голд зря. Вместо этого лучше приобретите подписку Xbox Game Pass, которая каждый месяц будет вас обеспечивать реально прикольными проектами. И всего лишь за 600 рублей в месяц. На мой взгляд, это самая выгодная подписка как для новичков, так и для тех, кто хочет играть в новинки. К примеру, с 14 февраля будет доступен Crackdown 3. И с подпиской вы сможете без проблем в него поиграть. Да, за Crackdown наиболее чем за 100 игр с вас возьмут всего лишь 600 рублей. И на мой взгляд, это капец какая халява. Плюс к этому наблюдается капец какие хорошие скидки. Xbox Game Pass по 30 рублей в месяц, за 60 рублей за 2 месяца, или же за 600 рублей за 3 месяца. Поэтому ловите скидки, и это будет ну нереально выгодно. Кстати, например, о Xbox Live Gold. У меня он заканчивается 16 февраля, и я наткнулся на акцию ВКонтакте 3 плюс 3 месяца. И всего лишь за 1400 рублей. И если что, такая акция находится сейчас в группе Xbox Россия. Я ее купил, все нормально, и вам советую. 2 кода голд вам пришлют сразу же в сообщение ВКонтакте после оплаты. Поэтому вот я на днях за 6 месяцев голды и за 3 месяца Xbox Game Pass я потратил всего лишь 2000 рублей. И как по мне, это совсем себе экономно и нет смысла жаловаться. И скажу вам больше, во времена Xbox 360 такой халявы не было вообще. И приходилось каждую игру покупать более чем за 2000. Вот такие дела, ребят. На сегодня у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение насчет этих подписок. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok